Когда-то из леса в студенную зимнюю пору вывозили всего лишь хворостовоз. Сегодня незаконная рубка и нелегальный оборот заготовленной древесины достигли угрожающих масштабов. Счет идет уже не на вазы, а на тысячи и сотни тысяч кубометров. Размер ущерба, причиненного предприимчивыми лесорубами, превратившими национальное достояние в средства наживы, исчисляется миллионами рублей. Не говоря о том, какой непоправимый вред браконьеры наносят природе. Как отметил в ходе совещания прокурор Карачаева-Черкесии Олег Жариков, проведенные надзорные мероприятия вскрыли массовые грубые нарушения лесного законодательства в регионе и выявили ряд системных нерешенных проблем. В республике не завершены работы по кадастровому учету лесных участков. Значительная часть земель лесного фонда до сих пор остается вне государственного кадастров. До настоящего времени не определена охранная зона Тибердинского заповедника. В результате лесная территория особо правового режима вовлечена в хозяйственную деятельность. Есть и другие проблемы в сфере правового регулирования. Выявлены факты незаконного распоряжения органами местного самоправления землями лесного фонда. В судебном порядке уже поставлен вопрос о признании 19 договоров аренды лесных участков нерействительными. На стадии подготовки еще около двух десятков таких исков. Прокурор сообщил, что при отсутствии контроля со стороны управления лесами республики, лесничество заключали фиктивные договоры купли-продажи зеленых насаждений. Материалы проверок по данным фактам переданы в следственные органы. Также в своем докладе Олег Жариков указал на значительное число нераскрытых преступлений в сфере лесопользования. Правоохранительными органами пока еще не использованы все резервы по декриминализации лесной отрасли. Допущено необоснованное снижение наступательности в борьбе с преступлениями этой категории. Все еще малорезультативно-оперативно-розыскная работа. Особенно по выявлению и пресечению коррупционной и организованной преступности в этой сфере. Допускаются нарушения закона при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях данной категории, расследовании уголовных дел. Сложную ситуацию с лесом в Карачаево-Черкесии назвал и заместитель полпреда Российской Федерации ВСКФО Валерий Попков. На особом контроле у помощного представителя президента Российской Федерации в округе находится данный вопрос. И я вам скажу, что результаты именно Карачаево-Черкесии, у меня вот есть анализ практически всех субъектов, можно сказать, что результаты в республике, ну, плачевные. В 2018 году было зарегистрировано 152 сообщения о преступлениях в сфере лесопользования. За шесть месяцев этого года – 64. На совещании отметили, что уровень возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями данной категории, остается весьма низким. Прокурор республики вынес предостережение ряду должностных лиц о недопустимости нарушений федерального законодательства. Далее совещание продолжилось в закрытом формате. Как сообщила пресс-служба ведомства, по итогам обсуждения был выработан комплекс дополнительных мер, направленных на укрепление законности в сфере лесопользования и реализацию задач в области защиты лесов от уничтожения. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...